МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волторны с оркестром, до минор, восьмой опус немецкого композитора Франца Штрауса. Сразу хочу вас предупредить, что, возможно, история шедевра окажется гораздо более интересной, чем сам шедевр. Но судить об этом, конечно, вам. Моё дело только не утаить от вас ничего или почти ничего, что с этой историей связано. Ну вот, как вы слышите, это строгая, сдержанная музыка, чрезвычайно приятно слушается и написанная действительно в лучших классических традициях. С подобными шедеврами есть одна заковыка. Трудно всегда объяснить, почему это шедевр, поэтому лучше ничего не объяснять. Вот шедевр и всё. А что касается самого Франца Штрауса, то коротко я сообщу необходимые протокольные данные, анкетные, которые одновременно явятся и выходными данными его волторнового концерта. Франц Штраус родился в 1822 году и прожил здесь, в Мюнхене, до 1905. Это был человек чрезвычайно известный, более чем известный не только в Баварии, но и во всей музыкальной Европе, поскольку 50 лет подряд, 50 лет, он проработал первым волторнистом, но тогда говорили старшим волторнистом, по-современному это называется концертмейстер группы «Волторн» в Баварском придворном оркестре. И хотя в Баварии уже очень давно нет никаких королей, соответственно, нет никакого королевского двора, то здание, где этот оркестр ежедневно репетировал, ну это или местный Кремль, или Лувр, или зимный, как хотите, так и называется – «Resident». Давайте войдём, только не забудем, что в тогдашние времена при проклятом самодержавии музыканты это привилегированные придворные служащие, у которых есть пропуск постоянный в охраняемый режимный правительственный объект. Не забудем и того, что в любом оркестре солисты-духовики, как по-русски это называется, первачи – особые люди, с них особый спрос, это элита из элит, а среди них первый волторнист, вообще человек, находящийся на особом положении. И вот, исходя из этого, вполне понятно, что Франц Штраус мог себе позволить очень многое. И в значительной степени его известность в музыкальных кругах Баварии и всей остальной Европы как раз и связана с его крайне вздорным, вредным, злобным и скандальным характером. Все забастовки, если можно это так назвать, выражения музыкантского недовольства, интриги, корпоративные войны происходили не иначе, как под его чутким руководством. Те самые 50 лет, что он здесь служил. И надо сказать, что, в принципе, те простые вещи, за которые он ратовал, сегодня-то признаны всеми. Это элементарные профсоюзные права каждого оркестрового музыканта. Например, трудовая дисциплина и рабочее время. Вот если заезжая знаменитость, дирижер, перед которым все стоят на задних лапках и почтительно внимают, а не боятся сказать ему слово, передерживает оркестр лишних полтора часа на репетиции. Сегодня каждый оркестрант знает. Час-пятнадцать минут и перерыв. Это стандартная длина оркестрового заезда. Еще один профессиональный термин. Кто мог возразить? Франц Штраус по истечении этих лишних двух часов, почти что, кладет Волторну на стул, говорит, что он устал и выходит из зала. Вслед он слышит, идите и истребуйте себе пенсию вашего руководства, если вы так устали. Он идет, берет в канцелярии чистый лист бумаги и пишет, прошу освободить меня от занимаемой должности с уходом на пенсию. Франц Штраус. Дальше почти что сутки весь штат музыкального департамента тогдашней администрации короля Баварии Людвига II Виттельсбаха, а этот штат именно при этом короле очень сильно вырос, сбился с ног буквально, чтобы уладить этот конфликт. Слава богу, Франц Штраус все-таки забрал свое заявление об уходе. И ведь таких историй десятки, причем каждая из них неопровержимо свидетельствует вот о какой любопытной вещи. В своих сочинениях композитор Франц Штраус чрезвычайно осторожен, аккуратен, он взвешивает каждую гармонию, каждый мелодический оборот, и все это крепко-накрепко увязывает с теми самыми классическими традициями. В своей реальной жизни музыкант и горожанин Мюнхена Франц Штраус напротив, выбирает крайне опасную, крайне рискованную жизненную и профессиональную стратегию. На любом этапе своей блестящей карьеры он мог запросто сломать себе шею. Ведь для того, чтобы уничтожить первого волторниста в оркестре, не надо быть ни королем, ни даже дирижером. Ошибка альтиста или виолончелиста, который сидит на предпоследнем пульте, конечно, очень важна. Но по большей части это проблема его художнической совести, потому что ее никто не слышит больше. А ошибка первого волторниста слышна всем. Это как в сказке про Маугли. Акела промахнулся, Акела промахнулся, и далее по тексту. Причем подставить такого человека очень легко. Так почему же Франц Штраус так здорово рисковал, будучи в столь уязвимом положении и зная это. Может быть, он был профессиональным шантажистом и просто держал всех в кулаке, имея на каждого компромат, кто мог бы пикнуть. Или наоборот. Может быть, он находился в родстве с Витой Сбахом, с баварской королевской фамилией, и поэтому его никто не трогал. Может быть, он какую-нибудь тайную мафию возглавлял. Нет. Ответ есть, но он лежит в совсем другой плоскости. Даже злейшие враги Франца Штрауса отзываются о нем не иначе, как в превосходных степенях. По всей видимости, это был образцовый оркестровый музыкант всех времен и народов с непоколебимым чувством ритма. Сбить его было практически невозможно. Группу свою он контролировал так, что она строила, как один человек. Соответственно, все отзывы о нем это только комплименты потрясающего качества звук, нежнейшая пианисима и так далее, и так далее. Не будем все повторять. То есть, будучи в себе настолько уверен и имея основания, он мог себе позволить и скандалить. Да, кто-то пытался острить на тему того, почему все волторнисты такие мрачные, но очень быстро Штраус им обрубал языки. Однако, и это не все. В молодости Франц Штраус был женат. У него было двое детей. Но и жена, и дети умерли во время одной из эпидемий холеры в Мюнхене. Он очень тяжело это пережил, но, тем не менее, имея около 40 лет уже от роду, женился вторично. Причем, надо сказать, женился крайне удачно. Вот здесь, друзья, я прошу понять меня правильно. Мне придется немножко понизить голос, поскольку мы все-таки находимся в Мюнхене. А здесь девичья фамилия его жены, Жозефины, это одна из самых популярных торговых марок. Пшор это самый ходовой сорт пива и в Мюнхене 19 века, и в Мюнхене века 21. Жозефина была дочкой потомственного преуспевающего пивовара. Дела там шли очень хорошо, но для этих людей иметь у себя зятя волторниста из придворного оркестра была большая честь. И поэтому, разумеется, Франц Штраус был совершенно избавлен с самого начала от проблем с поставками сырья, с контролем качества. Музыка это святое. Вот, и поэтому те деньги, которые платились Францу Штраусу вот здесь, в канцелярии придворного оркестра в резиденции, так же, как и всем его коллегам, никакого принципиального значения для него уже не имели. Они просто в бюджете семьи Пшоров не учитывались. Так, на карманные расходы. Поэтому, представляете себе, да, пугать такого человека увольнением бессмысленно. Пытаться наказать его рублем, ну или в тогдашних денежных единицах Талером еще более глупо. Он работал исключительно потому, что ему этого хотелось. Играл в оркестре, вот, очень близко отсюда здание бывшей Королевской музыкальной академии, где Франц Штраус вел класс асфалторный как профессор. Все это исключительно из интереса к чистому искусству. Вот вам воплощение мечты любого музыканта. Работать ради музыки, а деньги просто брать из тумбочки. Очень может быть, что именно такая материальная независимость, причем демонстративная и полнейшая, как раз и позволяла быть Францу Штраусу таким вредным и принципиальным. Может быть, поэтому-то он и в истории остался. Кто знает. Ну, разумеется, я должен сообщить еще одну подробность, которая совершенно не является сенсационной, напротив, она вполне понятна и указана во всех абсолютно, во всех без исключения в биографиях нашего героя Франца Штрауса. Подробность состоит в том, что это был человек архиконсервативный в своих музыкальных и художественных вкусах. То есть музыку более новую, чем произведение Моцарта, он вообще признавал с большим трудом. А все, что написано после Шумана и Мендельсона, музыкой не считал категорически. И всегда говорил об этом публично, не стесняясь в выражениях, не подбирая слов. Причем говорил в лицо и композиторам, и дирижерам, и всякому начальству, причем с этой его гражданской, по-немецки говоря, бюргерской позицией всем приходилось мириться. Спорить с ним на эти темы было решительно невозможно. В своем втором браке Волтернист Штраус был крайне счастлив. Это опять-таки признают все, без исключения его биографы. И у него было двое детей. Дочь Йоханна, а чуть-чуть раньше родился сын Рихард. Произошло это 11 июля 1864 года. А за каких-нибудь пять недель до этого здесь, в столице Баварии, в городе Мюнхене, где все дышит спокойствием, уверенностью и величием, появился тот самый человек, которому суждено в продолжении нашей истории сыграть одну из решающих ролей. Кто это? Рихард Вагнер, так зовут композитора и поэта, которого новый, только что воцарившийся 18-летний баварский король Людвиг II Виттельсбах срочно пригласил сюда, в Мюнхен, заплатил все его долги, поселил рядом с собой, под боком непосредственно королевской резиденции и окружил такими благами и почестями, какие до этого никогда даже не снились ни одному королевскому фавориту. Правда, как известно, на взгляд ротного старшины, волки это всего лишь собаки в самоволке, в самовольной отлучке. Точно так же, на взгляд нашего героя, Франца Штрауса, Рихард Вагнер это мошенник, шарлатан и авантюрист, на котором пробы ставить уже негде, причем очень давно негде. Ни музыку сочинять, ни либретто оперные составлять он абсолютно не умеет. Лоенгрин до невероятия слащав, а это любимая музыка короля, уже не говоря о том, что все остальные более новые вагнеровские партитуры это просто полный вздор и ахинея. Причем Франц Штраус тыкал пальцем непосредственно в партитуру имеет оркестровать. Вот что он здесь написал? Это партия Волторны? Это кларнеты какие-то. Причем этим убеждением Франц Штраус не изменил до конца своей жизни. Хотя очень многие предлагали ему их поменять. Вот видите черепичную крышу? Это старый резиденц-театр. Придворный оперный театр при короле Людвиге II. Чуть-чуть подальше и повыше зеленая крыша это теперешняя баварская государственная опера, которая пристроена непосредственно к резиденции и как бы старый театр поглотила. Так вот, именно в старом резиденц-театре в Мюнхене 10 июня 1865 года происходит историческая премьера Тристана Изольда Рихарда Вагнера. Первую Волторну в оркестре на этой премьере исполняет с отвращением, с ненавистью, но безупречно наш герой Франц Штраус. А с отвращением он играет еще и потому, что за пультом стоит тот самый заносчивый дирижер, который в свое время посылал его пенсию истребовать. Ханс фон Бюллов. Про дирижера Ханса фон Бюллова кто-то заметил довольно остроумно, что этот маэстро всю жизнь пировал у стола славы, но при этом все время ходил голодный. Здесь в Мюнхене он дал, конечно, массу поводов для ненависти к себе, причем вовсе не только таких традиционных, про которые обычно всегда пишут, что вот костные обыватели ничего не понимают в новом искусстве и поэтому всех ненавидят, кто пытается им принести это новое искусство. Ну, конечно, во-первых, фон Бюллов был далеко не единственным из той новой волны ценных кадров, которых с собой привез Вагнер для того, чтобы здесь обеспечить, например, бесперебойный конвейер своих постановок, чтобы открыть вместо Академии новую немецкую музыкальную школу, учить там певцов, которые были бы способны петь вагнеровские роли и так далее и тому подобное. Но один из поводов для этой ненависти фон Бюллов дал сам, причем его за язык никто не тянул. Как раз в процессе подготовки к той самой премьере Тристана и Изольды выяснилось, что вагнеровский оркестр в яме не помещается. Как не урезали количество струнных, все равно музыкантам не хватало места. Поэтому речь шла о том, причем она очень долго шла, это была кропотливая бюрократическая процедура придворная, как бы расширить оркестровую яму за счет первых двух рядов портера. Фон Бюллов, естественно, был энергично за. И когда с ним обсуждали вопрос о том, кто именно сидит в этих самых первых рядах, в общем, количество мест в театре то согращается для публики, он сказал такое слово, которое я даже по-немецки не рискую повторить. В дословном переводе на русский язык оно означает свинские собаки. В Баварии, здесь, в Южной Германии, это страшное оскорбление. В Северной Германии, а фон Бюллов всю жизнь называл себя прусским дворянином, это слово более или менее допустимое, хотя тоже очень некрасивое. Так вот, когда он сказал, что с того, что, например, 30 свинскими собаками станет меньше в театре? Но тут уж, как говорится, на него напустились все. Хотя был и другой повод для ненависти к фон Бюллову, еще более очевидный, еще более заметный нашему герою Францу Штраусу. Ну вот, друзья, посудите же сами, что это такое, когда не только придворные сплетники, но и вся, как теперь говорят, культурная элита города Мюнхена. Да что элита? Вот обыкновенные музыканты придворного оркестра. Придворного, но все-таки оркестра. Четко знают, что жена их нового главного дирижера, маэстро фон Бюлова, кстати сказать, незаконная, но все-таки родная дочь другой музыкальной знаменитой тогдашней Европы, композитора и пианиста Франца Листа, вот того самого, который клавир Абенда давал, который с львиной гривой, Козима, что она практически в открытую, у всех на виду наставляет своему мужу рога, причем с кем? Да ежу понятно с кем? С тем самым Рихардом Вагнером, авантюристом, мошенником и шарлатаном. А муж, боясь потерять свою новую должность, делает вид, что ничего об этом не знает. Причем так продолжается не год, не два, а несколько лет. Хотя правда-то состоит в том, что действительно муж, как в дешевые оперетти, обо всем узнал последним. И Ханс фон Бюллов действительно не знал о том, что творилось у него под боком. По крайней мере, он так уверял всех, вот, что называется, как на духу. Но как это может выглядеть в глазах обывателей? Как об этом могут рассуждать за обедом дома у Франца Штрауса, нашего героя? Он ни минуты не сомневался в том, что вся эта публика одним миром мазана, что иметь с ними дело вообще нельзя. Это руконеподаваемые, как иногда по-русски говорят, персонажи. И акценты он расставлял во всей этой ситуации точно так же, как их расставляли все остальные обыватели. Правда, он наблюдал еще, как Ханс фон Бюллов параллельно тиранит оркестр, то есть заставляет музыкантов учить наизусть партии, чего вообще никто никогда не делает, заставляет часть оркестра играть стоя, когда остальные сидят. Но это уже мелочи. Его, в общем-то, это и не сильно беспокоило. Его гораздо больше интересовало, что у него дома подрастает сын. И у сына не только кое-какие позитивные музыкальные задатки уже проявляются, но и недюжинные музыкантские амбиции. Ну вот, будьте добры, одна из тех самых амбиций подростковых, юношеских, но очень гладко и счастливо реализованная. Конечно, сын такого человека, как Франц Штраус, не мог не сделать попытку рано или поздно написать «Да, да, да, концерт для Волторных с оркестром». Вот он его и написал. Правда, это одиннадцатая по счету попытка молодого Рихарда Штрауса. Другие звучат не так гладко, может быть, не так удачно, но тем не менее. Мальчика с самого начала готовили к карьере большого музыкального начальника. Это очевидно из всех его биографий. Не оркестрового музыканта, а кого-нибудь рангом повыше, может быть, дирижера, может быть, очень важного, компетентного, ответственного музыкального распорядителя. Получилось так, что музыки молодого Рихарда учили как бы всем баварским королевским оркестрам. Он что-то вроде сына полка, получается. Азы музыкальной грамоты и теории ему преподал арфист баварского королевского оркестра, первый скрипач, концертмейстер оркестра, и по совместительству двоюродный брат Франца Штрауса научил его худо-бедно играть на скрипке, по крайней мере, дал общие представления о том, как это делается. Большого скрипача никто не выращивал из молодого Рихарда Штрауса. Свои люди, опять-таки, учили его играть на фортепиано, теорию музыки, все понятно, он усваивал гораздо лучше, чем практические навыки, и начал сочинять. Причем дальше начинается самое интересное. Вот если посмотреть список сочинений молодого Рихарда Штрауса, конечно, они изданы, конечно, внук пивовара Пшорра мог себе позволить издавать свои сочинения достаточно широко, и нашлась тут же очень удачно издательская фирма, которая долгие годы только темой занималась, что выпускала сочинения Рихарда Штрауса. Но, вот если посмотреть список этих ранних сочинений, а рядом положить их переписку с отцом, то, что Франц говорит, Рихард делает. Фактически, руками сына Франц Штраус реализует свои композиторские, композиторские, музыкантские и общихудожественные установки. В основном, конечно, они сводятся к двум простейшим вещам. Мелодия душа музыки и, дорогой, пожалуйста, пиши проще. Не надо этих новомодных современных излишеств. Но Штраус-младший реализует указания своего отца с максимальным рвением и настолько подробно, что это даже удивительно, как будто работает один человек, а не два. И не один под диктовку другого. А пока молодой человек прилежно и трудолюбиво пишет, выполняя художественные предначертания отца, и отцу это нравится, происходят еще многие таинственные вещи. Мы никогда не узнаем, чего стоило Францу Штраусу договориться с ассистентом Вагнера, дирижером Германом Леви, о том, что тот продирижирует все-таки в одном из любительских оркестровых концертов в Мюнхене симфонию Ре Минор 16-летнего Штрауса-младшего. Теперь от этой симфонии практически ничего не осталось, автор от нее отказался, она изъята из всех каталогов. Тогда, по свидетельству дочери нашего героя Иоханны, мы знаем, что папа волновался страшно, сидя на месте первого волторниста в этой программе. У него сердце буквально из груди выпрыгивало. В то время, как автор был абсолютно спокоен. И в симфонии, на самом деле, было абсолютно нечего играть. Мы не знаем, чего стоило Францу Штраусу летом следующего года, видимо, в уплату за эту бесценную услугу, все-таки поехать в свои 60 лет в город Байройд. Это за Нюрнбергом довольно далеко ехать, поскольку именно там все тот же Герман Леви собирал оркестр для Вагнеровского фестиваля. И отыграть там на месте первого волторниста все 12 премьерных спектаклей вагнеровского Парсифаля, в том числе и тот знаменитый 29 августа, когда Герману Леви стало плохо, и Вагнер сам заменил его за пультом в яме. Правда, этого никто не видел, кроме оркестрантов. Слишком низко там находится оркестр в Байройте. Мы не знаем, что случилось, но так или иначе Ханс фон Бюллов, тот самый заносчивый дирижер Ханс фон Бюллов, которого здесь все ненавидели, в Мюнхене, уже разорвавший, слава богу, порочный круг жизни втроем с Вагнером и своей бывшей женой Козимой, уже съездивший в Америку, ставший там попутно первым исполнителем первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, вернувшийся в Европу и занявший пост главного дирижера в очень скромной герцогской капелле в городе Майнинген, когда открылась вакансия ассистента главного дирижера, пригласил на эту должность в Майнинген не человека со стажем и опытом. Хотя многие претендовали на эту должность. Вот молодой Малер, например, претендовал, а взял именно сына мюнхенского волторниста и внука мюнхенского пивовара Рихарда Штрауса. Мы можем утверждать определенно одно. Самым главным шедевром композитора и человека по имени Франц Штраус является блестящая карьера, которую он сделал для своего сына Рихарда Штрауса. А главное разочарование Франца Штрауса, волторниста, композитора и человека, состоит в итоге в том, что все его гигантские и бесценные усилия дали в сумме строго обратный результат. То есть его сын Рихард Штраус, преодолев все-таки власть и силу такого отца и тем самым совершив, видимо, один из самых важных подвигов в своей жизни, стал таки правоверным вагнарианцем и именно в этом качестве приобрел всемирную славу. После чего уже мог совершенно спокойно говорить сам о себе как о первоклассном второстепенном композиторе. Но, впрочем, это уже другая история. Счастливо. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова